Приветствую вас, друзья! Сегодня мы погрузимся в увлекательный мир физики, где научная фантастика пересекается с реальностью. Задумывались ли вы о возможности создания фантастических устройств из Звездных войн? Или о связи между бластерами и молниями? Это действительно интересно, поэтому давайте разберемся, насколько реальны технологии из любимых фильмов и как они соотносятся с современными научными достижениями. Речь сегодня пойдет о газовых разрядах, удивительных явлениях физики, которые лежат в основе множества современных технологий. Поэтому приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир газовых разрядов, мощных лазеров и фантастических физических явлений. С вами Влад Залетов, магистрант физфака СБГУ. Поехали! Итак, давайте начнем с основ. Почему изучение газовых разрядов так важно? Газовые разряды — это явления, которые мы можем наблюдать в повседневной жизни. От ярких молний в небе до света в наших лампах. Они являются основой для многих технологий, которые мы используем каждый день, и их изучение открывает двери к новым возможностям в науке и технике. Но что такое газовый разряд? Так называют процесс, при котором газ становится проводником электричества. Как же это происходит? Когда электрическое поле достаточно сильное, электроны в нем при сильном столкновении с атомами ионизовывают их, то есть создают новые электроны и ионы — атомы с положительным зарядом, у которых вырван электрон. Таким образом протекание тока приводит к активному появлению и исчезновению заряженных частиц. Они начинают взаимодействовать друг с другом, что приводит к возникновению различных явлений, таких как свечение или нагрев. В результате образуется плазма — четвертое агрегатное состояние вещества, которое достаточно часто встречается в природе, например, в звездах или в молниях. Эти явления лежат в основе множества современных технологий. Давайте рассмотрим один из интересных случаев. Применения лазером находятся повсюду. В медицине — для хирургии, в промышленности — для газские сварки, в научных исследованиях, например, для анализа материалов. Принцип работы лазера на основе газового разряда заключается в следующем. В процессе протекания тока электроны набирают скорость и отдают частицам газа часть своей энергии при столкновениях. Но электроны передают свою энергию порциями фиксированного объема, так как у каждой частицы есть свой уникальный набор энергетических уровней, сложный по своей структуре. Частицы же, в свою очередь, могут избавиться от энергии посредством излучения, вызванного взаимодействием со светом. В таком процессе образуются два идентичных фотона — порции света. Для генерации лазерного излучения нужно, чтобы частиц высокой энергии было больше, чем с низкой. В результате количество идентичных фотонов может начать лавинообразно увеличиваться. Для того, чтобы грамотно и эффективно управлять лазерным излучением, в разряде нужно получить распределение частиц по энергиям, для чего необходимо провести детальный теоретический анализ и качественную экспериментальную диагностику. Одни из самых мощных лазеров — это молекулярные лазеры. Их мощность может достигать десятков киловатт, а КПД — 50%, тогда как в большинстве лазеров он менее процента. Это позволяет пользоваться ими для резки и сварки различных материалов. Взгляните на это эффектное видео, где мощный лазер разрезает прочные материалы с невероятной легкостью. Хоть они и бывают очень мощными, визуально они не напоминают суперлазер у звезды смерти. Однако на него похожи технологии, применяемые в военных целях, которые обычно строятся на твердотельных лазерах, работающих на схожем принципе. Масштабы этих устройств, конечно, не сопоставимы. Но что насчет световых мечей? Давайте посмотрим на схему газового лазера с длинной трубкой. Центральным ее элементом является газоразрядный промежуток, обычно нескольких десятков сантиметров в длину, наполненный определенной смесью газов. Цвет, движущийся вдоль трубки, многократно отражается от зеркал. Поэтому фотон, вылетевший в этом направлении, может несколько сотен или даже тысяч раз пролететь вдоль трубки и сгенерировать большое количество других, подобных ему фотонов. Тем самым создав очень высокую интенсивность излучения в трубке. Отражение происходит от зеркал, пропускающих небольшую часть излучения. Поэтому оно частично выходит из трубки с одной из сторон. Посмотрите, как это выглядит на практике. Достаточно мощные лазеры будут также способны разрезать, например, металл. Так что это своего рода маленький световой меч в трубке. Семья скайуокеров могла бы считать это большим достижением для цивилизации, которая еще даже не умеет путешествовать по своей звездной системе. Но давайте вернемся в реальность и ответим на более важный вопрос. Для чего нам нужны лазеры? На самом деле спектр их использования очень широкий. Разобравшись с тем, как лазерное излучение взаимодействует с металлами, можно сконструировать приборы для резки и сварки. Исследуя взаимодействия с биологическими тканями, можно найти применение лазеров в медицине и биологии. Грамотно подбирая условия, ученым уже удалось с их помощью запустить процесс термояверного синтеза. Да даже просто посвятив лазеров в атмосферу, можно провести мониторинг ее загрязнений. А сколько еще есть необычных материалов, вместе с которыми тоже можно эффективно использовать лазеры на наше благо. Но для разработки новых и качественного усовершенствования уже существующих технологий необходимы серьезные научные исследования, которые, в частности, ведутся и у нас на факультете на нескольких кафедрах. В физике газового разряда есть еще одно явление, несколько похожее на световой меч, а скорее на световой шнур, которая называется контракция разряда. Она может возникать в разрядных трубках, например, в лапах, которые широко используются для освещения, или при определенных условиях в уже упомянутых лазерных трубках. Чтобы разобраться с тем, почему возникает контракция, которую иногда по-простому называют шнурованием разряда, необходимо вспомнить, что такое диффузия. Если концентрация частиц в одной области пространства больше, чем в соседней, то вследствие хаотического движения каждой из частиц возникает поток, стремящийся уравновесить концентрацию. Скорость этого потока будет в частности зависеть от массы частиц. Поэтому в плазме, казалось бы, электроны должны гораздо быстрее диффундировать, чем ионы, так как их массы отличаются в несколько тысяч раз. Однако здесь имеет место амбиполярная диффузия, в результате которой все заряженные частицы движутся одновременно. Дело в том, что в плазме концентрация положительно и отрицательно заряженных частиц практически одинакова, так как если начать разделять заряд в пространстве, то между ними возникнет возвращающая сила, которая не позволит этому случиться. В длинных трубках концентрация заряженных частиц обычно выше в центре и уменьшается к стенке, так как вблизи нее активно происходит гибель заряженных частиц. Типичное их распределение проиллюстрировано на рисунке и фолографиях. В этом случае свечение и горение разряда визуально практически однородно, то есть равномерно. Но иногда при увеличении тока в плазме разряд резко схлопывается и сжимается в шнур гораздо меньшего диаметра, чем трубка. Например, так, как это показано на фото справа. Как же это происходит и при чем тут диффузия? Дело в том, что в определенный момент времени определяющим процессом гибели заряженных частиц становится рекомбинация. Это процесс встречи электрона и иона, в результате которого происходит их объединение, а соответственно и уничтожение заряда обоих знаков. Если концентрация ионов становится достаточно большой, то электроны не успевают долететь в диффузионном потоке до стенки трубки и погибают вблизи эпицентра ионизации, что и обуславливает эффект контракции. То есть заряженные частицы активно образуются в центре плазменного канала и быстро гибнут при удалении от него. Конечно же, это лишь качественное и достаточно грубое объяснение механизма контракции. Безусловно, здесь нужно учесть и зависимость ионизации от напряженности поля, и влияние излучения и поглощения света и многие другие процессы. Более того, контрагированный разряд нагревает газ, в результате чего он всплывает под действием силы Архимеда, как показано на картинках. Исследование такого сложного явления требует много усилий и времени, а также теоретических знаний и навыков экспериментатора. Отмечу тот факт, что на нашей кафедре оптики, спектроскопии и физики плазмы было проведено много основополагающих работ, посвященных исследованию этого явления, которые по-прежнему ведутся и сегодня. Контрагированный разряд, конечно, не похож на световой меч, но в Звездных войнах существуют и более редкие оружия, такие как световые и шоковые кнуты. Кто знает, может быть источником вдохновения в этом случае были именно контрагированные разряды. Но есть и более распространенное оружие в Звездных войнах, о которых я еще не вспоминал. Речь, конечно же, о бластерах. Хотя в контексте физики газового разряда уместнее будет говорить о плазменных пулях. И здесь на самом деле есть несколько явлений кандидатов на эту роль. Одним из них является стратификация разряда. Стратами называют периодические слоистые структуры в разряде, которые чаще всего также возникают в длинных трубках. В таком разряде плотность тока остается постоянной. Поэтому физически страты представляют из себя чередование областей с повышенной концентрацией заряженных частиц и пониженной напряженностью поля, и наоборот, с меньшей концентрацией и с большей напряженностью. Существование таких структур можно объяснить следующим образом. Для поддержания разряда необходимо разгонять электроны до больших энергий, чтобы они могли ионизовывать атомы. То есть создавать новые заряженные частицы. Но в процессе своего ускорения электроны претерпевают и упругие столкновения с атомами, в результате чего теряют энергию на нагрев газа, что никак не способствует протеканию тока. Поэтому часто оказывается энергетически более выгодно быстрое ускорение электронов на небольшом расстоянии, чтобы они не успевали терять много энергии на нагрев. Таким образом система, когда это возможно, принимает стратифицированное состояние, в котором есть своего рода небольшие, но качественные разгоночные полосы для электронов. Но чем же страты похожи на плазменные пули из «Звездных войн»? А тем, что они движутся. Причем их скорости доходят до 8000 метров в секунду, что даже больше, чем скорость обычной пули. Как же это происходит? Разберем один из возможных механизмов их движения. Для наглядности рассмотрим случай, когда концентрация ионов распределена вдоль разрядной трубки по близкому к синусоидальному закону. Несмотря на то, что в плазме концентрация электронов и ионов практически совпадает, между ними все-таки существует небольшая разница, в результате чего и возникает ранее упомянутая амбиполярная диффузия. Распределение электронов вдоль трубки тогда окажется несколько более размазанным, и поэтому напряженность поля, с учетом внешнего напряжения, будет сдвинута приблизительно на четверть периода. Ионизация, то есть возникновение новых заряженных частиц, в этом случае будет протекать значительно интенсивнее в области повышенной напряженности поля, то есть справа от максимумов концентраций. А значит, они синхронно будут перемещаться в эту сторону, то есть бежать. Таким образом, возникает своего рода пулеметная серия из лазерных пули длиной в несколько сантиметров. Правда, глазом их не различить, так как они следуют друг за другом с очень высокой частотой. В некоторых условиях возникают и стоячие страты, которые хорошо видны, как на этих фотографиях. В этом случае они напоминают связку сосисок. Их может возникнуть всего несколько штук, но также они могут и заполнить трубку по всей длине. Исследованиями страт также занимаются у нас на кафедре. Помимо того, что стратификация и контракция разряда являются интересными явлениями для их изучения, исследования этих процессов оказываются и практически значимыми, так как контракция и стратификация являются неустойчивостями разряда, и часто мешают работе различных плазменных устройств. Но существуют и способы их практического применения. Так, например, ученые с кафедры общей физики 1 на нашем факультете смогли придумать ловушку для микрочастиц в стоячей страте. На видео продемонстрирована их фиксация. Такой метод позволил исследовать плазменно-пылевые кристаллы, то есть упорядоченные структуры из заряженных микрочастиц в плазме. К сожалению, я не могу вспомнить объекты из «Звездных войн», похожие на такие кристаллы. Но если режиссеры новых фильмов увидят эти кадры, то, может быть, к ним придет вдохновение для создания нового оружия из этой вселенной. Другим интересным явлением, которое в некотором смысле напоминает плазменные пули, являются стримеры. Так называют тонкие плазменные каналы, которые производят ионизацию газа в направлении своего движения, тем самым создавая для себя среду для распространения. Но как же это происходит? Чтобы с этим разобраться, нужно иметь представление о том, что такое электронная лавина. Предположим, что в неионизованном газе каким-то образом появился электрон, который оказался в области с достаточно высокой напряженностью поля. Он начинает ускоряться и, набрав достаточной энергии, ионизует частицу газа. В результате появятся два электрона, которые снова ускорятся и ионизуют новые частицы. Их появится четыре штуки, потом восемь, шестнадцать, тридцать два и т.д. Такой процесс и называют электронной лавиной. Тогда, если электрод находится под высоким напряжением, рядом с ним могут начать развиваться электронные лавины, образуя плазму. Она, подобно обычному проводнику, примет на себя потенциал электрода, и область с высокой напряженностью поля сместится, словно мы немного удлинили электрод. Дальнейшая ионизация газа будет происходить за счет развития новых электронных лавин на свободном крае стримера. Такой процесс можно было бы сравнить со змейкой, у которой привезен хвост, так как с каждым новым шагом длина стримера увеличивается ровно на длину этого шага. Обычно стример возникает при атмосферном давлении и имеет толщину менее одного миллиметра, от длины до десятков сантиметров. Их мы часто встречаем в обычной жизни. Например, при проскакивании искры в момент включения или выключения электроприбора. Вероятность их внепланового возникновения во время работы мощных электрических приборов представляет серьезную опасность. Появление короткого замыкания в цепи может вывести из строя некоторые элементы аппаратуры и привести к страшным последствиям. Поэтому особую важность представляет собой исследование, выявляющее закономерности возникновения и распространения стримеров, которыми в частности занимается и в научной группе, вместе с которой я работаю. Но чем похож стример на плазменную пулю? Дело в том, что на его головке концентрируются силовые линии электрического поля, что приводит к очень сильному разгону электронов. В этом случае головка стримера и становится похожа на пулю, так как ее размеры невелики, но при этом в ней запасена энергия. Однако она недостаточно большая, чтобы сравнить ее с энергией выстрела бластера. Другое дело — лидер. Это механизм пробоя длинных газоразрядных промежутков. Думаю, самым ярким и эффектным его примером является молния. Качественно механизм его распространения не отличается от стримера. Подобно тому, как стример поглощает электронные лавины, лидер поглощает стримерные каналы. Величина диаметра головки лидера уже порядка сантиметра, тогда как канал его вблизи головки оказывается гораздо тоньше, приблизительно в 100 раз. Этот эффект во многом похож на раннюю упомянутую контракцию разряда в трубке. Но при этом существуют и качественные отличия между этими явлениями. Сам лидер огрушен стримерной шубой, представляющей собой слабо проводящую плазму. На представленных фотографиях запечатлена анатомия лидера. Его основные отличия от стримера — это высокая температура газа, которая обычно более 5000 градусов, повышенная концентрация заряженных частиц и увеличенный ток. Проще говоря, лидер гораздо более мощный, что, конечно же, ощущается при ударе молнии. Он уже гораздо больше похож на плазменную пулю. И, между прочим, тоже обладает возможностью резкого отражения, что можно заметить из формы молнии. Однако лидерный механизм пробоя возникает не только во время грозы, но и в лабораториях. В частности, их исследованиями занимаются у нас на кафедре радиофизики. Они обычно получаются более слабые, но не менее интересные. Например, можно рассчитать, в какую точку попадет лидер при приложении напряжения на электроды. Тогда за счет протекания тока и быстрого нагрева газа получится испарить небольшое количество металла на малой площади его поверхности. Грамотно подобрав напряжение и конфигурацию электродов, можно проводить обработку металлов с точностью до десятков микрометров. Этот процесс широко используется в промышленности и называется электроэрозионная обработка. Лидеры, стримеры и иногда даже страты в широком смысле называют волнами ионизации. Однако существуют и более экзотичные волны, которые встречаются реже. Например, джеты в атмосфере. Очень красивое явление, которое, к сожалению, редко удается заметить. Именно поэтому механизм его возникновения, существования и развития до конца неизвестен и требует продолжения исследований. Джетами также называют и многие лабораторные газовые разряды. Обычно их получают следующим образом. Через трубчатую разрядную камеру запускают поток необходимого газа. Второй конец трубки при этом остается открытым. На электрод подают напряжение с высокой частотой, в результате чего в камере образуются фронты волны ионизации, которые также как и стримеры вылетают из трубки с большой скоростью. Визуально это выглядит как однородная струя, поэтому их вначале и назвали плазмоджетами, то есть плазменными струями. Ученые не сразу догадались, что это образование является последовательностью вылетающих стримеров. Но в дальнейших исследованиях плазменную струю стали снимать на высокоскоростную камеру, и вот какие получили замечательные фотографии. После этого такой разряд стали называть плазменными пулями, которые часто имеют форму бублика. Открытие этого явления произошло не так давно, менее 20 лет назад. Но такому типу разряда очень быстро нашлось применение. Дело в том, что вылетающая плазма в этом случае получается холодной и не оказывает значительных губительных эффектов при взаимодействии с биологическими объектами. Поэтому устройство на основе разряда с плазменными пулями используется, например, для заживления хронических ран или патогенных заболеваний кожи. Следует отметить, что разряд в форме волны ионизации интересен не только с практической точки зрения, но и с научной. Например, в Институте сильноточной электроники в Томске моделируют красные спрайты в лабораторных условиях. Так называют некоторые из газовых разрядов, возникающих в верхних слоях атмосферы. Их непосредственное исследование затруднено из-за невозможности предсказать точное место их возникновения. А значит, возможны только дистанционные методы диагностики. Таким образом, измерить напряженность поля или посмотреть химический состав получится лишь косвенными методами. И то не всегда. Поэтому для разъяснения механизмов возникновения спрайтов особую важность представляют собой исследования, которые физически моделируют этот процесс в лаборатории. То есть такие работы, в которых рассматривается процесс во многом похожий на спрайты. Ученые из Томска работают с такими же трубками, как и мы в своей лаборатории. Поэтому у меня есть возможность показать их не только на фотографии. Они подают высокое напряжение с большой частотой на металлические кольца, огибающие трубку приблизительно в центре. В результате возникает последовательность волны ионизации, которые выбегают в обе стороны от колец, что визуально выглядит примерно так. Характеристики этих волн во многом похожи на характеристики спрайтов. Однако их изучать в лаборатории значительно проще, так как можно контролируемо менять условия, в которых они возникают, и использовать широкий класс диагностических приборов. Думаю, я привел достаточно примеров плазменных пуль из физики газового разряда. Выбирайте на свой вкус. А сейчас перейдем к последнему на сегодня интересному явлению, которое называется ELF. Это разряд, имеющий форму расширяющегося диска, возникающих на высотах более 80 км и достигающий диаметра до 400 км. Для сравнения, область такого разряда может быть в три раза больше, чем площадь Нидерландов. В этом случае волна ионизации распространяется в плоскости. Проблемы его исследования такие же, как у ранее упомянутых высотных разрядов. Они редко возникают, и к ним сложно подобраться близко. Во многом потому, что невозможно предсказать, где и когда они появятся. Однако ученые делают шаги в направлении решения этих проблем. Так, например, в начале этого года была опубликована работа, в которой анализируется местоположение возникновения эльфов. С Международной космической станции за три года удалось зарегистрировать 37 высотных разрядов. Вы можете рассмотреть их местоположение. Красные линии — это границы литосферных плит. Даже невооруженным глазом видно, что эти эльфы преимущественно возникали вдоль этих границ. Авторы работы связывают это с повышенным тепловыделением в этих областях и наличием вулканов и черных курильщиков на дне океанов, что способствует зарождению тайфунов, штормов и грозовых явлений. Таким образом, это исследование помогло понять, где с большей вероятностью можно встретить разряды эльфов. Кто знает, может быть это когда-нибудь пригодится аниматорам Звездных войн. Итак, вы ненадолго погрузились в удивительный мир физики газовых разрядов. Увидели, как простые электрические явления, которые мы наблюдаем в повседневной жизни, могут быть в своей основе похожими на фантастические технологии из Звездных войн. От мощных лазеров, способных разрезать металл, до загадочных плазменных пуль и световых мечей. Все это может иметь под собой научную основу. Но самое интересное, что исследования в этой области продолжаются и прямо сейчас, в том числе на нашем физическом факультете. Ученые изучают удивительные явления, вроде бегущих страт или плазменных кристаллов, которые можно поймать в стратах, если их остановить. Кто знает, может быть именно эти явления вдохновляют режиссеров и сценаристов на создание новых фантастических технологий в будущих фильмах. А как вы думаете, какие еще необычные плазменные феномены могут быть источником вдохновения для фантастики? Может быть вы сами придумаете какое-нибудь новое оружие будущего, основанное на газовых разрядах? В этом вам может еще помочь наше недавнее видео про шаровую молнию. Ждем ваших комментариев и интересных идей. И конечно же лайков и подписок. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok